Мир вам. Добрый день. Как поживаете? По милости Божией. Понял. Для меня вот вопрос все такой на душе. Да, я там много грешил, всякое было. Вот. Страсти меня не оставляли долгое время. Сейчас вашими молитвами более-менее понимаю, как это все, да. Вот. И вместе с тем понимаю, что было бы хорошо среди таких же сильных верующих, вот как вы, вот, побыть какое-то время. Я не знаю, что, ну, вопрос такой, вот, что мне надо сделать, чтобы, это, ну, приехать к вам, пожить у вас там, я не знаю, посмотреть, как это вообще все. Нет, без разрешения это не делается. Без разрешения кто ехали, они назад повернули в тот же день. Так что тут, да. Я поэтому спрашиваю, Игнат Стихович, я, конечно же, не, вот, что нужно для этого, чтобы... Видишь как, тебе сколько предупреждений сделали. У меня молчать. Тут никакого не надо, ни образования, ничего. О, и все. А ты начинаешь учить, упрекать, местами писания подкалывать. Зачем же это так делать-то? Ну, вот, на меня сошла вот такая дерзость, когда я вот чего-то начитался там, ну, как бы ничего и не исполнял толком-то. Только на словах все. А сердце мое далеко было. Вам сколько лет? 30 лет сейчас. Вы в армии были? Нет. Почему? У меня тугоухость, плохо слышу, и плоскостопие. Ну, в общем, Господь миловал там. Вы в психиатрии когда были? Нет, нет. Никогда не это, не это, не состоял в учете, ничего. Ну, вы даже без учета, вы видите, ведете себя так, как будто вы больные. Так нельзя. Как так? Такое сообщество вы и потеряли. Ведь это же не игрушка. В интернете такой группы, вот так, чтобы занимались столько времени писанием, помогали друг другу, я просто не знаю, хотя у меня большие связи. Таких людей потеряли. Сдумал кричать в храме, давай кричать. Сказали молчать, обещал, нарушил. Да кто же будет с вами иметь общение-то? Только так себе хомут на шею надевать. Так же нельзя. Друзья, я вот когда иду, тут дебаты какие, я ни разу, никогда не встрял. Придет время, у них сейчас кончилось, они объявляют половина часа мои. Как бы ни говорили. Вот сейчас я знаю, которые там поносят, выходят против меня. Меня это не касается. Перед Богом я буду судим тем, кто я есть, а не то, что обо мне кто-то скажет. Характеристику мне Бог будет давать, а не люди. Но надо себя укорачивать. Так же нельзя. Вначале вы так себя показали, прям верующий человек, все, а потом гляжу, хулиганит. Прямо что попало? Вы тут меня подсунули сколько раз, а я вас вообще не трогал никак. Вы находитесь, а вот неверующий, у нас тут был один, нерусский. Он точно так же, но остался один. Придет, обещает, там прям такие, неделя не пройдет, опять начинает, прямо так выворачивает его. А почему? Беснование. Это беснование внутреннее. У вас очень зримо видно, что лукавый в вас залез изнутри. Через глотку вылазит, показывает рога. Для вас авторитетов нету никаких. Так же нельзя. Вы не битые. В конце концов найдете, кто-то возданет вам по мордасам, тара за два-то, и все. И ты сразу заглохнешь, захлебаешься кровью. Мне вот пришлось быть и в тюрьмах, и в лагерях, и с сектантами, и служил в подводном флоте, в ракетных войсках. У меня богатейшая биография. Но я нигде не вылазил, а только учился. Мне 83 года, я каждый день учусь. Каждый день. У меня на учебу каждый день часов пять уходит. Представь себе. Я самостоятельно выучил несколько иностранных языков. Беседовал, говорил там проповеди среди немецких людей. Английский язык поехал и в Америке. Приглашали после освобождения. Они оплатили меня, все. А вот так как вести себя, это просто хулиган. Я сейчас это, Игнат Тихонович, вы меня просите, я сейчас это все осознаю, искренне каюсь за все эти содействия. Но это так, на уровне понимания. А самого покаяния как бы нет такого. Просто понимание есть, а покаяния нет. Страха Божия нет, непонимания. Страха нет, что ты умрешь. И за каждое слово отвечать придется. Вы скольких людей оскорбили? С кем живете-то сейчас? Да ни с кем, один. Что, в комнате у вас никого нет, только один вы? Да. Я решил, вот я был женат, развелись, она была свидетелем Меговы. Потом разбежались. Все, я решил, больше не жениться никогда. Ну ты с ней жил как мужчина-женщина. Ну вот, блуде. Это проблуженные мозги, блуд. Блуд сожрал мозги вам. Разве можно так? Почему вы Бога-то не убоялись? А я вот сошелся с ней, побыл, поспал, прогнал. Ну, кто-то же говорит, не верующий. У вас веры-то нету. Это брак, но это как бы понятно, что... Да не брак, это блуд. Вы не венчанные. Знать друг друга не знали. Сошлись, ударили друг об друга, разошлись. Ребенок будет, не будет. Ну что это? Какая-то жизнь-то. Это собачья жизнь. Притом собаки, которые не привязаны, болтаются. Шатохи называются. У вас характер шатохи. А шатох отстреливают, чтобы они не заражали других. Вы уже приговорены, согласно Слову Божию. Вас будет власть мучить. Вы где-то бряхнете сейчас там топ против... Ну, вы знаете, какие сейчас темы такие горячие. А вам разницы нет. Вы все равно будете болтать. И вас арестуют, и все. Вас вот сейчас по мобилизации-то вы не попадаете? Ну, мне ничего не приходило, слава Богу. Да и не придет, потому что у них помещенный дурак первой степени. Ну, спаси Христос. Да, спаси Христос. Ты знаешь, Саша, ты не дури. Потому что вот такое сообщество... Замри. Хотя бы месяца два-три помолчи. Ты же... Тебе разрешен вход или нет, где у нас занятия идут? Да меня везде уже все, изгнали меня. Я хуже, некуда меня. Все. Ну, ты попросися. Дай обещание там, напиши. И ни одного слова не пиши, не говори. Я вам даю выход. Я вам Вячеслав сказал, что если только вы разрешите, вот... Вы напишите сначала Вячеславу, вы знаете, Семенов, фамилия его. Да, да, да. Так, и Астахову Николаю напишите, чтобы за вас кто-то походотайствовал. А вы дома научитесь, в рот возьмите воды, сходите в храм, попросите воды освященной-то. И как только вас только начинает дьявол крутить на рога, насаживать вас, вы сразу в рот и не выпускайте. Где Вячеслав? Игнат Сихович, меня благословили четверцом. Вот 4 числа будет икона Казанской Божьей Матери. Вот. Читать буду. Часы. Вот часы. Так ты возьми в рот святой воды. И как тебя подмывает дьявол, что-то сказать. Зажми, воду не выпускай. И он задохнется, ты его утопишь. На самом деле... Да, вы правы, Игнат Сихович. Простите, что перебиваю. Дьявол через горло вылазит. Горло. Вот начинает человек шевелить, это признак беснования. Надо молчать. Я вот одно время был в трудной обстановке, я 3 месяца молчал, ни одного слова не сказал. И все считали, что я глухонемой. И все. Это так легко. Не надо ничего. Просто молись, плащ. Выпрости у Бога слезы. Выпрости, Господи. Апостол Павел учился слезами. Иисус прослезился о Лазаре. Давид говорит, а мочаю постель мою слезами. А вы ха-ха-ха-ха. Вздумал, что то и вытворяешь. Ну так же нельзя. А на самом деле? Не само. Это дьявол тебя заставляет. Это внутри дьявол тебя поджигает. И ты начинаешь дергаться, как кукла. Нельзя это делать. Вот как эквилибрист. Эквилибрист на сцене играет, крутится, показывает. У вас такая жизнь идет. Серьезный будь, ты мужчина. На память бывает, что-то придет какая-то картинка там. И почему-то смешно. При том, что это даже связано с Словом Божьим. Почему-то смех идет дурацкий. Нет, нет. Слово Божье не трогай. Только для себя. Никому не подсовывай места писания. Ты хочешь уколоть. Вы такие, а вы вот какие. Откуда ты знаешь? Я вот это никогда не делаю. Вопрос зададут, отвечу. Простите, пожалуйста. Просто, видите, я до этого учился у святых отцов. Трудами их питался. Там больше было о любви сказано, нежели о том, чтобы обличали, осуждали. Я когда попал в вашу группу, вот это осуждение, обличение, мне казалось, что это осуждение все. Я, конечно, начал там, в чем у вас любви нет, милосердия нет. Вот это. По трудам святых отцов начал говорить. А потом только начинаю сейчас понимать, что обличение это и есть любовь. Это как бы братья пытаются подсказать, что вот тебе какая зараза сидит. А я неправильно к этому относился. Понимаешь, какое у тебя интонация скандальная, тембр скандальный, скандальный, безответственный. Я с людьми знаюсь как психолог. Я много лет, 18 лет работал с тюрьмой. 3 700 человек преступников. Иных шестая охотка. Шестой раз его уже ловят. Я только открою это окошечко, я вижу, кто он. Я обхожу эту тюрьму 3700 человек. Так не считай, я в пяти тюрьмах отбывал, в лагере. У меня опыт такой, я как верующий. Я молюсь, а камера в моих руках. 75 человек делают только то, что я скажу. Молиться, значит, молиться будут. Молчать, молчать, никто не закурит. А вы-то какой? Вы около параши будете спать, если вас арестуют. Ну, учись молчать. Я вот сейчас говорю, не подыскайся под меня. Меня нельзя тронуть никак. Почему? Потому что я такой человек, у которого ничего нет. У меня хоть перевернешь, я опять смотрю, а кто это такой? Я буду молиться только за тебя. Ты меня из себя, как говорят, вывести. Тебе это невозможно, потому что меня наполняет дух божий. Я для него все делаю. Игнать Тихонович, у меня даже в мыслях такого нету, чтобы как-то где-то что-то... Ну ладно, у нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Да нет, конечно. Для пользы других только. Для пользы, чтобы бодрствовали. Вот последний вопрос. Я могу сказать Вячеславу, что вы разрешили там или как одобрили? Что? Повторите. Ну, Вячеславу могу сказать, что вы одобрили в группу, это, ну, обратно вернуться в группу. Я пожелал только, пожелал. Как он поступит, я не могу там решать. У меня нет такой ни власти, ничего. Я молчу, в уголке сижу. У меня просто потому, что они сказали, что если Игнатий Тихонович только одобрит, и все. Вот, напиши, что обещаю, что другой Вячеслав знает. И вот так возьми ее рядом, и с этой стороны паспорт, что это ты. И обещание твое под подпись сделай ты. И тогда тебе примут. Тебе главное быть на утренних молитвах, когда я молюсь. У нас утренние молитвы, это по Москве, а сейчас ночи. У нас сейчас молитва начинается уже. Понял, нет? Понял? Да. Напиши, что скажет Вячеслав, сделай, чтобы ни одного звука не издал. Научись молчать. Научись, по-другому нельзя. Никак нельзя. Как говорит, помело прикуси, как преступники говорят. Помело свое прикуси. Зачем тебе это нужно? Как одна пришла у нас к архиерею и говорит, владыка, благословите меня и уродствуй. Он говорит, зачем тебе это нужно, как ты от рождения дура. Так, отхожу пока. Нам молиться начинаем. Спасибо. Спасибо.